Всем привет! Ну что ж, давайте-ка сыграем в интеллектуальную игру, наверное, самую популярную интеллектуальную игру во всём мире. Кто хочет стать миллионером? И в её различные вариации. А их аж здесь у меня 4 штуки. Она специальная даже для ВКонтакте. Ну, о ней мы поговорим чуть позже. А сейчас браузерная игра. Первая на очереди. Кто хочет стать миллионером? Ну, правила, я надеюсь, вы знаете, да? 15 вопросов, 2 несгораемые суммы, 3 подсказки, 50 на 50, звонок другу и помощь сал. Я буду играть сам с собой. Ну, что ж делать, как говорится. Я человек никому не кабельный. Ну, а погнали, первый вопрос игры. Какой занавес отделял СССР от всего мира во времена Холодной войны? Железный, тюлевой, бархатный, театральный. Конечно же, железный. И пошла у нас музыка, чтобы... Да. Какое... Да, тут еще, кстати, на время. Какое из этих женских имен в переводе с латинского означает победа? Виктория, ноябрина, олимпиадо, капитулина. Конечно же, Виктория. Ну, я играю в штуках, но я думаю, что возможно подстрелюсь в правильный ответ. Какое из этих видов смеха обычно хрустизирует эпитетом генерический? Смешок, воду, стокоть, хихиканье. Стокоть, конечно же. На что капали слезы из ясных глаз Маруси песни из фильма Иван Васильевич «Налук» на копье настроено на мечту, как ты же пылье. Ну что же, действительно, да. Кап-кап-кап-маруси, капаю-кату. А вот это я уже не знаю. Выграем честно. А, давайте узала спорчем. Да, узала просто спорчем. Пэп. На копье я так тоже думаю. Вот так мне 500 рублей запоролся. Пожалуй, я подержал. Как называется книга Германа Гесси? Игра в карты, игра в бильярд, игра в бисер, игра на них. Это я знаю, это я... Я не... Понятия не имею, откуда я знаю, но это игра в бисер. Или нет? Так. Как называется... Хотя книгу я не читал. Как называется обязательное безбрачие у католического духовенства? Целебат, конкрад, вертикат, агимнат. Давайте позвоним другу-католику. А-а-а-а... Да, да, я все подсказки расходовал. Кто сказал Вени Ви девицы? Гитлер, Наполеон, Македонский Цезарь. Пришел, увидел, победил. Какая из богинь судьбы в гельческой мифологии презирает нить жизни? Лахесис, Немисида, Атропа, Клота. Ох, я бы вот сейчас взял деньги, но тут невозможно. Да, я бы 8 тысячи позабрал, конечно. Тут они мне пригодились. Эй, ну я не знаю, я не знаю, время-то идет. Ну не, я буду не прав, короче. Назвечу Б. Да, это понятно, я бы деньги взял. Лапа такая вот. Ну конечно, конечно. Ну будем считать, что я 8 тысяч заработал, просто тут невозможно деньги забрать. Играем в следующую игру. Такие же правила, просто немножко почему-то другая система. Чем? Уже, кстати, вот здесь уже нет времени, и можно думать спокойно. Сейчас у меня только идет запись. Ага. Идет. Значит, чем? Покачивали мошкетеры в фильме с участием Михаила Боярского. Своим? Хе-хе-хе-хе. Ну не буду говорить чем. Перьями, шпагами, головами и бедрами. Пока-пока, покачиваем перьями. На шляпах, конечно же. Как в авиации называется полет на предельно низкой высоте. Бреющий, причесывающий, стригущий, опоязывающий. Ответ А. Бреющий. Даже не о чем говорить. Что должен получать от потерпевшего работник милиции, чтобы возбудить уголовное дело? Заявление, обращение, прошение, подношение. Ну, в наших реалиях, конечно же, подношение. Но вообще-то вариант А. Заявление. Какой тип путешествий не требует обретения обратного билета? Это авиационный, железнодорожный, морской круиз, автодорожный. Ну, морской круиз точно. Хотя, кто же знает. Но автодорожный, по-моему, там вообще нет билет обратного. А если он на авиационном, на другой стороне? Тоже непонятно. Потому что, хотя, если вот там имеется в виду на какой-нибудь отдаленный остров, тогда, конечно, обратный билет нужен. А если в какую-то развитую страну, то потом можно, которая, естественно, не за океаном, можно потом и на поезде вернуться. И наоборот. Ну, наверное, наверное, все-таки ВНБД автодорожный. Ну, потому что, ну, нет, там вообще даже можно автоступом путешествовать. Но могу быть и не прав. Блин, обидно, если я пролечу, конечно же. Ах, я пролетел. И я не могу даже... Правильный ответ. А, нет, есть правильный ответ. Морской круиз. М-м-м-м, блин. Ну, чё, перезапуск. Ну, так как я подсказки все не использовал, давайте перезапустим. И попробуем второй раз хотя бы дойти до 500... Тысяча рублей или 5 тысяч. До 5 коса и дойти. В общем, по какой особой примете можно узнать Бабу-Ягу. Костяная нога, золотой зуб, силиконовая бюст, бриллиантовая рука. Костяная нога, конечно же. Как часто называют человека, который не реагирует на чужие переживания? Лепешка, галета, пряник, сухарь. А давай я 50 на 50. Вот сейчас я возьму, я подсказку. Как в лепешку превратился. Нет? Сухарь. Ну ладно, все, что-то с этой не пошло версии. С той, конечно, пошло. А вот сейчас будет легендарная версия игры. Короче, еще... Хрен его знает. Еще когда у всех там Windows XP стояло, даже у некоторых Windows 98, первая онлайн-версия игры, кто хочет стать миллионером, тогда она еще называлась как Ось Счастливчик. Тогда помните, Ось Счастливчик еще программа называлась, это у нас в стране. О, вот были времена. Я сейчас звук прибавлю, чтобы было повеселее. Значит, столько ночей шоколизатор рассказывал сказки. 1110, 1100, 1100, 1100 и 1100. Ну, еще какой программ, который мы не можем... О, кстати, говорит, программа «Тушите свет» была раньше. На НТВ, как сейчас помню. Программа «Пуклы» и все. Это видите, это еще старый вопрос. Еще 20-летний даунстер. «Тушите свет». Ну, сказало, хотели как «Пуклы». Лучше получился как всегда «Лебедь», «Жриновский», «Пушкин», «Черномыр», «Танпича» на них. Все они мурили, кроме Владимира Горострова, «Танпича». Но ответ, конечно же, «Д» — «Черномыр». Главный исполнитель мечты советских первых сказок «Миллер, блядь, Матрисов, Ширина». Это вот советские сказки-то есть. Смотри на советские сказки. Давайте вдруг, кто еще временно, он даже врагу, врагу архи спектили, что это что? Он считает Рок, что это что? Непонятно. Ну, хорошо, что я расскажу, «Замок». Все это будет? Вот так, как в 1860-х годах 19-го века. Трамвай, троллейбус, автобус, такси. Мне так кажется, что трамвай... Произheavy fee 19-го Smith. Аки... Кстати, 20-ку! В первом секунде YouTner. Ну, троллейбусу точно не у Wissenschaft! Чо ты мне там пишешь, что у меня защиту отвелась? Устарела... Ах! Что ты там не пишешь, моя бárька? Не устарела. Ну ладно. Вот идёт, смотрите. Ладно, первая пища. Ага, тогда тронуай. Как в начале 20-го века вызывали посвяты Николаевного училища. Юнкер, Юнкер. Ну если я прыгаю на 1000 рублей, это плохо. На самом деле, это не сказали чё. Ну 1000 рублей я заработал, Юнкер наверное, да. Ну 1000 рублей я заработал. Неплохо. Да, самая пока первая игра у меня самая удачная. Я добрался вот до 8-го вопроса на сумму 8000 рублей. Ну что ещё сказать, ещё глупее и устарею. А теперь самая интересная браузерная игра. То есть, даже не столько браузерная, сколько для ВКонтакте. Миллионер. Так, понеслась. Добро пожаловать в наш ведущий. Добро пожаловать в моё видео у меня нет. Давайте начнём. Чем обычно посыпают городские улицы в Голлобе? Пеплом, солью, прохлятиями, перцем, солью. Да, я уверен. Какой родственник стоит на первом месте по числу? Сложенных, про него не готов. Сноха, Шурин, дядь Теща. Теща. Вверх, да? Следующий вопрос на 300 долларов. Как народ называют автолюбителя новичка? Молочник, кофейник, титан, чайник. Чайник. Дальше, дальше, дальше. За 500 долларов вопрос. Что из этого нашивается на брюке? Шевроны, аксельбанты, лампасы и полеты. Но шевроны точно нет. И аксельбанты точно нет. Ламп... Мне кажется, это лампасы. Что это лампасы? Я отвечу, я не буду забирать деньги. Да. Да. Идем дальше. 500 рублей. 500... Ну, пусть будет рублено. Ну ладно. Сейчас вопрос на 1000 долларов. Что мне шалость спать в одной с каждой перцессе? Камешек, горошина, совесть, свет. Ответ С, горошина. Винцесса на горошине была такая сказка. Тысяча. Вопросы будут по серьезности. В том городе находится Центральный музей истории гидроэнергетики России. Рыбинск, Кублич, Ярославль, Тутаев, Фа... А вот Тутаев я вообще даже о нем это больше не слышал. Но зал, думаю, что знает об этом этот вопрос. Б? Кублич? Ну, возможно. Ладно, поверим в зал. Я не уверен. Но зал уверен. А мне нет толпы за... Зал меня не подвел. Первый вопрос на 2000. Самый дорогой чай в мире называется Дахну Пау. Что означает? Жемчуговый халат, красный халат, белый халат, черный халат. Сразу же берем. Да, 50 на 50 берем. Логично предположить белых, хотя красный тоже. Да. Вау. Пожалуй, ладно, я заберу 2000. Все, я ей... Да. Да. Я выиграл 2000. И мы не знаем про глафеда. К сожалению. Да вот такая вот фигня, короче. Дошел в разных вариациях. Не в этой, но дошел до 8000 рублей. Здесь 2000 долларов по меньшему курсу. Это же столько. Надо было все-таки наверно рискнуть и ответить. Аааа. Да то это мы так, к сожалению, и не узнаем. Ну что, зато это была честная игра. Да. Мы не то, что там не дошли до трех миллионов. Мы даже не дошли до второй несгораемой суммы. Но зато все было честно. Спасибо за внимание. Пока-пока.